Спрэксилен применяется при острых респираторных заболеваниях с явлениями ренита, насморка. Острый аллергический ренит, поленоз, синусит, евстахиит, средний отит в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки. Применяется для подготовки пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах. Как принимать курс приема и дозировка? Применяют интерназально. У детей старше 6 лет и взрослых по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 1,1% раствора 2-3 раза в сутки. У детей в возрасте от 2 до 6 лет по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 0,05% раствора от 1 до 3 раз в сутки. Не следует применять препарат более 3 раз в сутки. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом. Противопоказания. Гиперчувствительность к силаметазолину или любому из помогательных веществ препарата. Артериальная гипертензия. Тахикардия. Выраженный атеросклероз. Глаукома. Гипертиреоз. Атрофический ренит. Воспалительные заболевания кожи или слизистой оболочки преддверия носа. Хирургические вмешательства на мозговых оболочках в анамнезе. Состояние после трансфеноидальной гипофизиктомии. Беременность. Применение инкипитеров моноаминоксидазы, включая 14 дней после их отмены. Применение трициклических и тетрациклических антидепрессантов. Детский возраст до 2 лет для 0,05% раствора. Детский возраст до 6 лет для 0,1% раствора. Специальные указания. Не следует превышать рекомендованные дозы, особенно у детей и пожилых людей. Длительное более 10 дней или чрезмерное применение препарата может вызывать эффект рикошета, медикаментозный ренит или атрофию слизистой оболочки полости носа. Бензолкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызывать раздражение слизистой оболочки полости носа. Пациенты с синдромом удлиненного интервала QT, применяющие ксилометазолин, могут быть подвержены повышенному риску развития серьезных желудочковых аритмий. Побочные действия. Со стороны иммунной системы. Очень редко. Реакции гиперчувствительности. Ангионевротический отек. Сыпь. Зуд. Со стороны нервной системы. Часто. Главная боль. Психические расстройства. Редко. Бессонница. Депрессия. При длительном применении в высоких дозах. Со стороны органов зрения. Очень редко. Нарушение четкости зрительного восприятия. Со стороны сердца. Редко. Ощущение сердцебиения. Очень редко. Тахикардия. Аритмия. Со стороны сосудов. Редко. Повышение артериального давления. Со стороны дыхательной системы. Часто. Раздражение или сухость слизистой оболочки носа. Жжение. Покалывание. Чихание. Гиперсекреция слизистой оболочки носоглотки. Медикаментозный ренит. Желудочно-кишечные нарушения. Часто. Тошнота. Редко. Рвота. Общие нарушения и реакции в месте введения. Часто. Жжение в месте применения. Условия хранения и срок годности. Хранить сухом, защищенном от цвета месте. При температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова